Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Сегодня у нас в гостях народный артист Советского Союза, художественный руководитель и главный режиссер Чувашского государственного академического театра Валерий Яковлев. Валерий Николаевич, здравствуйте! В феврале театр исполняется 95 лет. Цифра очень значимая и очень большая. Вы, получается, старше самой Чувашской республики, но уже имеете название Чувашский театр. По меркам, российским меркам, конечно, театр молодой, не старый, 95 лет, если сравнивать с, скажем, древнегреческим театром и российским. Но все равно Чувашский театр – один из старейших театров, национальных театров. Собственно говоря, не только один из, а второй самый старший, первый татарский театр, а вторым уже идет Чувашский театр. В 1918 году он организовался в городе Казани. И студентов, руководителем был Яким Степанович Максимов Кошкин, знаменитый наш патриарх, сцены и кино, и много другого. Человек совершенно обширного дарования. Ну, и эти студенты впоследствии стали ведущими мастерами Чувашской сцены, известными, когда вот театр переехал в 1920 году в Чебоксары. Тут и Ольга Ивановна Ирзем, первая актриса Чувашская, Петр Николаевич Осипов, актер, режиссер, драматург и очень известный врач. Ну, и другие актеры уже пополнялись дальше здесь, в Чебоксарах, в театральном техникуме. И появились тут очень талантливые еще молодые тогда, будут впоследствии народными артистами СССР Сали Борис Алексеевич Алексеев, народный артист Советского Союза Алексей Константинович Ургалкин. Далее из этого техникума народная артистка Шорникова Елена Игнатьевич Молодович. Я могу перечислить огромное количество талантливых людей, перед которыми надо преклоняться и выразить им благодарность, что они вот несли народное такое искусство, искусство сцены к своему любимому народу. Получается, у театра огромные традиции. И в репертуаре есть спектакли, которые шли 20, 30, 40, 50 лет назад, да? И есть какие-то современные постановки. Это вот у вас политика такая? Ну, я работаю в театре 52 года, в нашем театре. И из них 34 года, из этих вот 95 лет, 34 я как руководитель, главный режиссер, художественный руководитель. Если говорить о последних лет, десятилетии, да, конечно, определенная политика. Первая основа нашего театра, Чувашского театра, это театр шиждится, держится на фундаменте народного чувашского национальной культуры, на тех истоков, на тех традициях, на тех миропониманиях, даже вот космогоническое понимание людей, живущих вот у нас в Чувашии. Те красоты, обычаи, они как бы дополняют, как бы взращивают даже драматургию. Есть определенные пьесы, спектакли, Айдар, Нарспи, Кай-Кай Ивана, «Выйди, выйди за Ивана», которые мы играли бессменно, безостановочно, 24 года, кажется. Я был Иваном, когда мне исполнилось 50 лет, уже было стыдно выходить в этом образе. И вот спектакль, идущий на аншлагах, я снял с репертуара. Ну, в каких городах только не играли, многократно в Москве, Ленинграде тогда еще, Ульяновск, Куйбышев, Самара и так далее, и так далее. У вас есть и новые постановки, которые тоже очень популярны? Они на слуху, они всегда говорят. Ну, вот следующее направление – это, наверное, все-таки музыкальные спектакли. Ну, Чувашевич так и называется, «Краем 100 тысяч песен, 100 тысяч слов и 100 тысяч вышивок». И музыка в нашей жизни людей играет огромную роль. И то же самое в театре. И, конечно, у нас, вот я уже Кай-Кай Ивана назвал, «Тетушка Проски дочку замуж выдает». Такая музыкальная спектакль. Впоследствии бабушка Проски внука женит. Уже я сбился со счета, сколько лет идет, опять-таки, беспрерывно и с огромным успехом этот музыкальный спектакль, где центральные роли народная артистка России Чуваша и Нина Михайловна Яковлева. Ну, и вообще, музыкальные спектакли у нас очень популярны. И следующее направление, я считаю, немаловажное и очень важное – не отстать от времени. Я не говорю об актуальности, о злободневности. Нет, я говорю об эстетике существования театра. Это, наверное, тяготение к европейскому театру, эстетике европейского театра. Тем более, сам Чуваший находится на стыке Европы и Азии. Мы очень много берем от Азии и много у нас от культуры Азии, Чувашского народа, и от Европы. Новые формы, новые какие-то взгляды. Но это позволяет не консервироваться в одном, чтобы искать со всех сторон и брать что-то лучшее. Наоборот, это дополняет, взаимное дополнение. Развитие какое-то идет. Сейчас много на театральном пространстве очень много звучит об экспериментах, о поисках новой формы. Я думаю, что наш театр еще лет 20-30 тому назад это начинал. Были такие спектакли «Ежевика, плетня». Это сугубо вместе с тем и народный спектакль, и авангардный я так и могу назвать, потому что там многослойные полифонические поиски существования человека, взгляд его, где пространственные временные понятия стыкуются, и возникает метафора об общении. Или же другой спектакль «Деньги для Марии» и «Прощание с матерой» Валентина Распутина. Тоже во многих городах играли мы на гастролях. Или же более поздний спектакль «Свет далекого счастья» – это Арсений Тарасов, пьеса, за который, за этот спектакль мы получили в Кремле, в Москве, из рук тогдашнего президента Путина в Екатеринском зале, государственные премии российской России. – Валерий Николаевич, но ведь все-таки поиск репертуара, наверное, очень сложный. Как вы ищете темы, пьесы, авторов? – Ну, главное, конечно, у нас всегда было и есть, и должно быть пьесы наших авторов, чувашских авторов. Это очень сложная тема. Я не помню еще ни одной пьесы, чтобы без доработки бы я поставил на сцене. К сожалению. Если где-то есть, в каких-то городах есть несколько драматургов, пишущих только для театра, мы не можем похвастаться этим. Мы даже довольны тем, что журналисты пишут, или же студенты, или еще люди другой профессии. И, ну, в походе, в стыковке с театром рождается что-то интересное. Ну, и уже несколько лет, два года раз, совместно с Министерством культуры и Союзом театральных деятелей мы организовали конкурс драматургов в Чувашске. И там возникают пьесы. Вот в настоящее время из этого конкурса у нас уже два названия. Одно это «Суженные сама пришла порта» и «Цена чести хмыт». Они как бы вот участвовали на этом конкурсе и победителями стали. Ну, и пьеса, вот новая пьеса «День очищения» Арсения Тарасова. Мне кажется, вот на предстоящие полугодия театрального сезона и вот на осень у нас имеется в портфеле очень интересная национальная пьеса. Ну, конечно, мы обращаемся к классике, делаем эксперименты. Того же автора Тарасова Ольга Тургая пьеса «Прощальный крик печальных журавлей». Спектакль идет на сцене совместно с зрителями. То есть в зрительном зале никого нет, и зрители на сцене. И второй экспериментальный спектакль Александр Сергеевич Пушкин «Каменный гость». Он у нас называется «Дон Жуан». Не у нас, но он называется. Пушкин первоначально назвал это из маленьких трагедий «Каменный гость» «Дон Жуаном». Тоже экспериментальный. И с точки зрения формы, с точки зрения общения и точки зрения эксперимента здесь поиски новых, не новых, а контакта, отношений, такого крупного плана телевизионного, может быть, киношного, крупного плана общения и со зрителями, и показа зрителя. Ну и впредь, наверное, будем это экспериментировать. И, конечно, есть вот к юбилею театра. Театр у нас родился 27 января 1918 года, а мы юбилейный вечер проводим, праздничный вечер 27 февраля. И приурочен будет у нас к этому спектакль, новая премьера «Островский». Бедность не просто так, я сколько знаю, эта премьера. Да, «Бедность не порог». «Островская». Александр Островский. Почему? Мы каждые через пять лет обязательно пытаемся возвратиться к Островскому, потому что в 1918 году первая постановка была «Не так живи, как хочется» в переводе на чувашский язык, в чувашских костюмах в Казани. И своей драматургии тогда не было. И вот к этому празднику новая премьера будет. Ну, конечно, праздничный вечер. Будут приглашены на этот праздник гости, официальные лица. Мы пригласим главу республики, министров, любителей театров и, конечно, всех своих коллег других театров. И они, наверное, придут к нам веселыми, интересными номерами капустниковыми. Мы всегда это практикуем. Хочется сделать не отчет 95-летия. Это невозможно делать. Отчет – это в репертуаре, в годах поставленных спектаклях. А чтобы был такой веселый, радостный вечер праздничный. Валерий Николаевич, но ведь у вас не только премьера, у вас не только праздничный такой вечер. Вы ведь готовите для зрителей еще один сюрприз в феврале. – Ну, это… – Так называемый фестиваль. – Ну, мы не назвали фестивалем слишком уж, во-первых, слишком сегодня избитое слово – фестиваль. Каких только нет фестивалей. Ну, рамки фестиваля слишком широкие, большие. Мы назвали неделю показа спектаклей, приуроченных к 95-летию театра. С 14-го числа мы покажем «Ялда» спектакль. Вот это тоже один из визитных карточек нашего театра. Федора Павлова «Деревня» – музыкальный спектакль. Уже более 10 лет играем. «Мольер» с купой. Это тоже вот в афише. «Пардень брескера» – «Единственная моя» – это молодежный спектакль для студентов. О молодежи. Ну, буквально в двух словах. Наши выпускники – актеры. Это выпускники московских и ленинградских тогда еще театральных школ. ГИТИ, СЭЛГИКМИД, Щепкинское училище. Последние годы мы стали выпускать у себя в Институте культуры и искусств. Спасибо большое, Валерий Николаевич. Я еще раз от имени всей национальной телерадиокомпании поздравляю вас с юбилеем театра. Спасибо. Наверное, желать вам много зрителя не надо, потому что зрители у вас есть всегда, они вас очень любят, и у вас всегда аншлаги на любые спектакли. Спасибо, что пришли. Ну, мы всегда рады. Тем больше придут, тем лучше. Я так считаю, что театр не может изменить мир. Жизнь, но в судьбе каждого отдельного человека он может оставить очень огромный след для души, для сердца, для ума. Ну, хоть для одного человека сделать приятное – это уже хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас был разговор по существу с художественным руководителем Чувашского академического государственного театра, народным артистом Советского Союза, главным режиссером Валерием Яковлевым. До свидания. До свидания.